В администрации города состоялось первое заседание депутатов Уваровского городского совета народных депутатов пятого созыва. В соответствии с регламентом, председатель территориальной избирательной комиссии города Уварова Наталья Соколова огласила официальные результаты выборов, состоявшихся 13 сентября, и вручила народным избранникам временные депутатские удостоверения. После торжественной части вновь избранные депутаты перешли к рассмотрению повестки дня, которая была весьма насыщенной и содержала порядка 20 вопросов. Одним из основных стало избрание нового председателя городского совета. Для голосования были выдвинуты две кандидатуры. От партии «Единая Россия» Зинаида Исупова, которая возглавляла совет на протяжении последних пяти лет, и от партии «Справедливая Россия» Сергей Карпов. Сделать выбор в пользу того или иного кандидата депутаты смогли в ходе проведения тайного голосования. При подсчете голосов установлены следующие результаты. Исупова Зинаида Викторовна за 12, что составило 80%, каков Сергей Алексеевич 3, что составило 20%. После оглашения результатов тайного голосования, вновь избранный председатель городского совета Зинаида Исупова предложила на должность своего заместителя на непостоянной основе Елену Туеву, заместителя директора Уваровского кадетского корпуса. Ее кандидатура была поддержана депутатами единогласно. Одним из вопросов повестки дня стало также формирование и утверждение состава трех постоянных комиссий из депутатов городского совета. Председателем комиссии по бюджету, экономике, налогообложению и вопросам занятости населения был избран Евгений Кудрявцев, Лидия Шандалина по социальным вопросам и Юрий Сафонов по депутатской этике. Одним из основных вопросов первого заседания совета стало рассмотрение проекта решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Уставом города предусмотрено, что высшее должностное лицо города Уваров, Тамбовской области, глава города, избирается городским советом. Из числа кандидатов представлена конкурсная комиссия. По результатам конкурса сроком на пять лет возглавляет администрация. Проведение конкурса запланировано на 12 ноября текущего года. В состав конкурсной комиссии войдут восемь человек, четыре из которых избраны депутатами городского совета. И такое же число будет назначено областным руководством. Ирина Пивоварова, Вадим Полосмин. НашГород.